Тренировка пальцев Тренировка пальцев Одна из самых сложных Загадок в нашей дисциплине спорта Многие спортсмены Стараются покупать какие-то мячики Теннисные, эспандеры Любой способ развивать наши пальцы Но тем не менее, мы всегда должны помнить О том, что пальцы должны развиваться Только и исключительно С точки зрения аэрврестлинга То есть под аэрврестлинг Все наши упражнения Все наше Напряжение в пальцах Кисти, в руках, все должно повторять Движения, связанные с аэрврестлингом Посмотрите Мы говорим всегда рабочий угол То есть угол Помежду предплечем А плечевой костью Ну вот это тоже есть угол То есть угол между пальцами Ладонью и пальцами Как тренировать этот угол Это упражнение Это приспособление Иначе называется Комбайн на пальцы Почему комбайн? Потому что это тренажер Который развивает Не только мышцы пальцев Не только силу сжатия в кисти Но и Сейчас вам покажу и другие несколько Моменты вот этого упражнения Итак, прежде всего Мы говорим о пальцах То есть Смотрите вниз Есть отягощения Которые можно естественно снимать И регулировать и тому подобное Есть специальная педаль Зачем она нужна? Теперь смотрим наверх Если мы Хочем сделать упражнение Расстояние Помежду одной Поперечкой И хватом Достаточно далеко Нам нужно просто будет Применять силу Чтобы натянуть После того как мы Нажмем педаль Мы тем самым Отягощение Несколько отпустим И у нас получается так Что мы берем Удобно сначала пальцы Отпускаем педаль И начинаем Выполнять упражнение На универсальном Комбайне В отличии от других Приспособлений Стоят Специальные Линейные Подчипники Которые нам позволяют Выполнять Это упражнение Одной рукой В любом месте Я могу взять Эту ручку Даже вот здесь И выполнять Она не будет нам затирать Я могу взять здесь Тоже самое Не будет затирать Я могу выполнять Двумя руками И она плавно Будет выполнять Это упражнение Поверьте мне Мы на этой машине Применили Специально Пояс Почему? Потому что Этот ремень Нам не дает Жесткости Он идет плавно И мягко У нас нету Таких Рвящих Моментов Что можно еще Сделать С пальцами Итак Я снимаю Несколько меньше Эти огощения Чтобы вам показать Самое главное Что можно выполнить На этой машине Именно то Что Мне иногда спрашивают Например Тарас Ивакуна Тарас почему у тебя Такая огромная Болдышка Или почему у тебя Большой палец Вот здесь Мясо Мы не говорим Мы не говорим Что Тарас Выполняет Это упражнение Но на этой машине Можно выполнять упражнение Именно вот такого Плана То есть Выполняя Упражнение Обратным Хватом Мы сейчас Напрягаем Именно Мышцы Приводящие Большой палец Вот здесь Поверьте мне После упражнения На этой машине Большим пальцем Вас действительно Вот здесь Почуете Огромный Приток Прилив крови Это пожалуй Не конец Потому что Эта машина Почему называется Комбайна Потому что На ней можно выполнять Еще и другие упражнения Итак Возвращаемся К нашему углу Угол Между пальцами Фалангами пальцев И Кисть И ладонями Вот здесь С этой стороны Устанавливаем Этот угол И пальцами Нажимаем На лопатку Тем самым Так Само берем На левую руку Тем самым Тренируем Угол Помежду Фалангами пальцев И Костями Костями Самой ладони Ну что Вы думаете Что это конец? Нет Это далеко не конец Покажу вам Еще одну интересную вещь Связанную с Этим Тренажером Итак Вот такая ручка Которая естественно Приходит в комплекте С этим тренажером Она подставляется Именно вот сюда В любое положение Так Так Без разницы Для чего? Догадайтесь Для того Чтобы делать упражнение На Пронатор Как левой рукой Как правой рукой Так Так Левой рукой А Соответственно Можно Делать Супинатор При этом Заметьте Высота Этой машины Придумана Тоже не специально Это просто Нет фонаря сделано А сделано Именно на том уровне Что вы подходите К этой машине В данный момент Я имею рост Метр восемьдесят девять Но даже Если кто-то чуть-чуть Несколько ниже Ниже Подойдет Он может поставить На подставке Для того чтобы сделать Таким образом Ваша рука Ваше предплечье Была Параллельно Полу Вот так А теперь самое главное Скажите Вы услышали Что она скрипит Нет Почему Потому что она работает На Поясах На Тефлоновых Специально Роликах И естественно На Линейных Подчипниках